на календаре 15 мая в эфире итоговый выпуск программы время новостями о студии ну что юбилей победы в 2015 году мы отпраздновали а вот в 1945 году 15 мая еще воевали именно сегодняшним днем завершилось последнее крупное сражение второй мировой войны это была полянская битва столкновение близ местечко поляны в югославии было вызвано стремлением остановить отступление нацистов в австрию после полянской битвы произошло еще несколько инцидентов с участием членов разгромленных нацистских формирования однако именно вот этот бой принято считать последним в истории второй мировой войны в европе сегодняшним же днем 15 мая 45 года только еще была освобождена югославия а по всем фронтам советской армии прекратили прием пленных немецких солдат и офицеров о чем сообщил по радио юрий левитан говорит москва от советского информбюро прием пленных немецких солдат и офицеров на всех фронтах 15 мая 1945 года закончен хотя вот и после этого многим нашим бойцам нужно было дожить еще до одной победы еще одной мало памятной правда у нас даты до 15 августа до победы над японии до последний настоящий бой в европе с пленными убитыми и ранеными с кровью со смертью можете закончился 15 мая 45 а вот другие бои все с тем же нацизмом продолжаются до сих пор и в европе и у нас тоже один параграф из закона германии к примеру можно даже процитировать причем не просто из закона а буквально из германского уголовного кодекса где в 86 параграфе сказано следующее что и вот мы уже цитируем сказано что любое лицо которое распространяет или публично использует внутри страны на совещании или в переписке символы нацистской партии производит использует в коммерческих целях внутри страны или за ее границей материалы содержащие нацистскую символику может быть привлечен вот внимание может быть привлечен к уголовной ответственности и приговорен к лишению свободы сроком до трех лет или к штрафу это напоминаю из уголовного кодекса германии и к символам здесь относятся это здесь же и перечислено нацистские флаги символика униформы слоганы и даже вот что интересно и даже формы приветствия причем даже те которые выглядят внешне достаточно похоже чтобы их перепутать вот эти последние слова тоже цитата из германского уголовного кодекса вот еще в прошлом году и у нас принят закон который вроде бы тоже лишает неонацистов возможности безнаказанно пропагандировать фашистские идеи прикрываясь атрибутами и лозунгами организации сбежавших приговора нюрнбергского трибунала а теперь у них по всему миру в россии тоже появились последователи которые как полагают в госдуме представляют одну из наиболее опасных угроз конституционному строю и безопасности государства государственный переворот на украине в котором активно принимали участие организации использующие символику и атрибутику украинских националистов степана бандеры самое явное и близкое нам географически подтверждение реальности этой угрозы но в россии у профашистских организаций отдельных деятелей теперь вроде и нет больше того сомнительного прикрытия запрет действующий в отношении нацистской атрибутики или символики распространяется и на знаке отличия организации сотрудничавших с фашистскими организациями и движениями а также с теми что отрицают приговор нюрнбергского трибунала либо приговоры национальных военных или оккупационных трибуналов основанных на приговоре нюрнбергского трибунала теперь за пропаганду или публичную демонстрацию неонацистской символики грозит штраф от 2 тысяч рублей для граждан и до 50 тысяч рублей для юридических лиц с конфискацией предмета административного правонарушения ну вот это у нас в россии ну а могут дать и 15 суток административного ареста торговля профашистской символикой и атрибутикой а также той что схоже с ней да вот процитирую из закона до степени смешения будет оказываться еще строже особенно в тех случаях если она предназначена для публичной демонстрации пропаганды штраф возрастает до 100 тысяч рублей хотя вот и эти меры буквально полтора месяца назад пришло предложено у нас в россии тоже ужесточить и такой проект в госдуму тоже уже внесен в соответствии с ним теперь за пропаганду или публичную демонстрацию нацистской символики а также атрибутики других запрещенных законом организации предлагается штрафовать уже граждан на сумму от 10 до 20 тысяч рублей должностных лиц на 30 тысяч а юридических лиц на 50 и 100 тысяч и еще этим же законопроектом впервые вводится наказание за повторное совершение такого правонарушения она повлечет для граждан штраф уже в размере 50 100 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 200 часов а вот для должностных лиц в этом случае предусмотрен штраф на сумму 100 и 300 тысяч рублей ну а для юридических и вовсе от 500 тысяч до 1 миллиона рублей и вот для чего вы думаете я все это так подробно вам сейчас рассказал а потому что и для нас в миасе это звучит сегодня вполне актуально вот посмотрите на эту бейсболку которая на днях была приобретена у нас в слоне и не где-то там в каком незаметном киоске а вот здесь в стольнике крупная федеральная сеть между прочим издалека вроде не понятно что на этой бейсболке ну фураг как фурага то ли с цветочками то ли с бабочками а вот если возьмете ее в руки и посмотрите чуть поближе и пристальней то легко увидите эмблему нацистской партии где орел цепко держит своих лапах надпись на английском языке мальчик и отправились мы с этой вот фуражкой в салон чтобы поспрашивать и поспрашивали и покупателей и продавцов тоже ну для начала вот что думают об этом покупатели и начнем с тех которые отдыхали здесь на скамейке аккуратно против манекена с такой вот фурагой на своей пластмассовой голове ну так хочется сказать на своей пластмассовой башке простите уж за низкий стиль в этом случае вот посмотрите внимательно мы почему здесь снимаем и вот на манекенах здесь и продаются вот фуражки с такой символикой вам знакомы это символик бог вот этот символ символ да как с чем-то связан как память если я вам напомню что мы в день почти что в день юбилея победы снимаем с немецко-фашистской получается получается символ третьего рейха нацистский знак вот не немцев нет не немцев подчеркнем все таки фашистов а не немцев а вот как вам кажется уместно продавать с фашистской символикой какую-то одежду вообще знаки в то время когда она и в германии и в швейцарии и в австрии вообще в европе запрещена и даже уголовно наказуем не как думать не надо лучше что продавались и получается фашистские получается не очень корректно да 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 не стал бы сам носить такую фашист никогда друзья не носят с фашистской символикой я лучше ссср лучше ссср что это какая символика орел орел какой фашистский нет нет а чей русский а у вас же русского такого нет нет не помните просто да не помню понятно у нас здесь слони куда в день побед наблюдать вы бы купили бейсболк своим детям никогда не а если бы они в ней пришли постарались бы объяснить что это означает мой внук такой никогда не оденет ну потому что значит дед все понимает помнишь что такое история связанная с нацизмом как она оопнулась в мире и в нашей стране тоже так что я категорически против спасибо но коль скоро орел этот нацистский держит на бейсболке имя тех кому видимо этот товар в первую очередь и предлагается то есть мальчик то и мальчишек мы поспрашивали тоже ответы были разные хотя в общем порадовали и видимо очень огорчат по взрослых вот тех что из продавцов в каком классе учишься в шестом в шестом историю изучаешь? да а вот не знакомы тебе вот это вот символ? другой да нет еще не проходили еще не проходили я в день победы не вспомнишь фашисты не носили а то точно да вот здесь нашивка была да 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 а вот как тебе кажется можно ли у нас носить какую бейсболку или все таки все таки не очень ну я не знаю но это же как бы модно кто то носит кому то нравится ты думаешь фашистскую символику модно сейчас носить и можно с этим согласиться если у нас вот на площади мы повесили мантреты ваших дедушек бабушек которые погибли а труп фашистов? нет ну некоторые люди не знают типа что это за символ покупают да 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 мы а мы можем надеяться что вы ты вот знаешь ну я вот вообще не ношу такие кепки и нет же или есть ну нет вообще ну можно тогда полагаться на твой здравый смысл что и к моде это не должно было относиться солдаты это ведь скажем спинхеды могут себе позволить но это же другая часть общества как тебя зовут? богдан богдан спасибо из гимназии 26 какой класс? 11 11 класс мы же совсем взрослый выпускник можно сказать да как звать величать? евгений евгений вот можно задать такой вопрос всю историю точно прошел вот этот символ вам в день победы что-то напоминает? да фашистская германия фашистская германия а как вот кажется евгений прилично сегодня на стране нет продавать такие вот бейсболки нет нет все таки и носить наверное тоже нет думаю нет вот может это стать модным вдруг символом у нас и в нашей стране а что думаете по по тому поводу если вот на этом делают что-то деньги бизнес ну плохие деньги плохие деньги бывает что все таки хоть и говорят деньги не пакут бывает что они за пышком вот если продавать такие вещи да хорошо спасибо друзья не пользуются? нет не в моде у вас ну хорошо а деньги так она и будет спасибо всем до свидания 22? 22? в армии не служил? нет ну историю знаешь российского отечества да как и мировую тоже надеюсь вам знакомо вот это вот символик? да немецкая не немецкая фашистская конкретная фашистская фашистская прилично вот продавать такие кельки а тем более их носить я 70-летие поверну не должно это стать модой на голове наших соотечественников да что думаешь по поводу бизнеса таких на таких бейсболках? сжечь их всех полностью ну и в сверкающий зеркалами стольник мы безусловно тоже направились не без опасения конечно что сейчас случится скандал не иначе и охрану призовут и комментировать откажутся словом все что часто с нами случается в таких вот случаях да и бизнес же убытки и прибыли здесь первое дело хотя мы надеялись что и репутация здесь тоже дорожат от ее потери ведь случается порой тоже крупный ущерб ну а этот то случай разве не тот самый? но охрана в стольнике отнеслась к нам вполне лояльно и даже проводила по рядам туда где как раз и выставлены были на обозрение покупателя эти самые бейсболки которые теперь то мы точно знаем с такой символикой к продаже у нас в России строго запрещены да и сама такая это нацистская символика вообще вне закона руководитель мясского отделения стольника Маргарита Попкова к нашему предложению обсудить тему отнеслась тоже вполне доброжелательно и к ее чести и чести самого стольника пожалуй тоже отнеслась к этому с самым верным и пожалуй точным пониманием ситуации вы представляете в МИАСе сеть это сеть федеральная сеть а скажите вам знаком все-таки это символик мы не первые к вам уже обращаются по этому поводу я думаю что вам просто пришли вы обязаны продавать а сами что думаете по поводу нацистской символики причем это партийная нацистская символика самая главная которая запрещена уголовно наказуемо в Германии Швейцарии в Австрии надо убрать ее а? надо убрать ее я думаю что мы ее уберем но я что-то как бы даже не видела даже если честно вот эти вот висятся тихонечко хотя тоже что-то не очень красивое а вот это вообще страшно причем у них подразделение было такое на символик черного цвета в эмарской Германии и белого рейка нацистского не откладывая в долгий ящик Маргарита тут же и принялась практически очищать витрины от такого товара наверно вот эти красные тоже надо убрать они шаги же у нас а да красные символ все равно это даже еще больше символ полиции ладно спасибо большое это вам тоже спасибо а еще она вышла к тому самому манекену с бейсболкой на голове и зачистила и ее тоже от эмблемы нацистской партии ну вот именно такое такое лицо как у манекена без глаз без каких-то опознавательных человеческих признаков тела именно без лица может быть и человек который способен носить бейсболку с символикой третьего рейха вот эту символику орел партийный орел повернутый на левое крыло именно является партийной символикой которая была утверждена лично декретом Адольфа Гитлера 1 ноября 1935 года за нее наказывают во многих странах в Германии в том числе за это преследуются по закону вот у нас это случайно появляется вот взрослым нужно быть внимательно а детям которые приобретают такие бейсболки все таки объяснять с чем она связана вот хорошо что здесь так в стольнике среагировали мудро ее владельцы на наших глазах все это убрали это произошло такое скажем так на наш взгляд даже очищение ну вот окончательное очищение вот для меня лично произошло уже на городской площади вот здесь у стены памяти где рассматривали фотографии мальчишки шестиклассники вместе со своими преподавателями и с ними мы тоже здесь же поговорили и безмолвными свидетелями оказалось что хоть и безмолвными но все таки живыми были те кто смотрел на нас с фотографий этой стены памяти ребята здесь не подвели ни нас ни их не огорчили и вы кто в школе я учитель русского языка является классом руководителем 6 класса а это забегая в Ольге николаевну является классным руководителем 6-го Б-класса. Вы знаете, что мы хотели спросить и вас, и ваших воспитанников тоже, ваших учеников. Какой класс? 6-й. 6-й класс. Вот смотрите, мы приобрели такую бейсболку в магазине Слон. Вот давайте спросим этих ребят. Вам, старшему поколению, вот эта символика хорошо известна, да? Да. У вас она вызывает ясно, какие чувства. Да. А вот давайте спросим все-таки ребят, а вам эта символика известна? Да. Что это? Какая символика? Немцы или фашисты. У них такой герб. Не немцы, а конкретно скажем это. Фашист. Фашистская символика, символика 3-го рейха. А как вам кажется, может она стать модной? Нет. Не нужна стать модной? Нет. И сжечь надо. Что нужно? Сжечь. Как рейхстаг? Да. Да. В 45-м году? Да. Все правильно. Это нам тоже ответ нам очень этот нравится. А вот если на таких бейсболках, которые продаются в нашем большом магазине слон, взрослые дяди и тети делают бизнес, делают деньги. Кто-то их покупает, надевает, и они превращаются в моду. Как вам кажется, прилично это или неприлично? Больше понтов. А? Больше понтов. Больше понтов. А вот неприлично это и для взрослых, и для детей тоже. Одним на этом делать деньги не следовало бы, а другим носить. Как вам кажется? Что нужно сделать тогда с такой одеждой, которую продают открыто в наших магазинах? В веке сжигать. Ведь не покупать. Не покупать. Не покупать. Пренебрегать. Не покупать. Хотя такая символика в Германии, во многих странах Европы запрещена и уголовно наказуем. А у нас продают, да? А вот теперь вас спросим, взрослые, как вы к этому относитесь? Ну как? Очень отрицательно, естественно, относимся. Неприятно. Даже вот в руки не хочется брать. Да, вот я признаю, что у меня такое же ощущение, что я держу как будто нечто фашистское. Да, да, да. От чего нужно бы очищаться нам внутренне. Конечно, конечно. Мы тем более стоим. Мы должны быть выше этого всего. Представляете, что на фоне вот этих вот щитов, да, вот вы пришли сюда, вот эти вот люди погибли в борьбе с теми, кто носил эту символику. И она вдруг у нас здесь как-то из-под воль, как будто тоже начинает. Но не должна она нас-то победить в ответ? Нет, конечно. Нет, конечно. Ребята, спасибо вам большое. Пожалуйста. Вам спасибо. Ну вот, может быть, еще кому-то эта история поможет освежить в памяти историю Отечественной войны, но и заставит обратиться к российскому законодательству в отношении фашистской символики тоже. Думаю, будет не лишним. Во время празднования Дня Победы природа нам тоже устроила некоторое испытание на прочность. Причем и нашего духа, и нашего отношения к этому празднику. И к работе нашего городского хозяйства тоже. И вот, признаться, я лично даже не помню, чтобы еще на какую-то команду, руководство округом выпадало столько испытаний на прочность и профессионализм, сколько выпало их на администрацию Станислава Третьякова. Апрельский снегопад прошлого года, ураган во время Эльменского фестиваля, ледяной дождь осени. И вот, пожалуйста, еще одно. К 70-летию Победы. Ну, зато запомнится надолго. Погода ведь не выбирает. В бой вам идти, штурмовать Берлин или праздновать Победу. Ну, кажется, справились и в этот раз. То, что непогода, по сути, сорвала праздник Победы, еще полбеды. К утру 10 мая Миянский округ оказался в плену стихии. 11 сел и нескольких городских микрорайонов, в которых проживают 5000 человек, остались без света. Причина та же, что и во время ледяного дождя в октябре прошлого года, упавшие на линии электропередач деревья. Без малого сутки ушли на то, чтобы вернуть в дома электричество. К 23 часам 10 мая, в общем-то, все основные аварийно-восстановительные работы были закончены. Если аварийные работы завершены, то про восстановительные этого пока не скажешь. Не стоит далеко забредать в дворы, чтобы увидеть поваленные деревья, перегородившие проезды. Кое-где снег и ветер выворотили стволы с корнем, поэтому городу предстоит еще одна капитальная уборка, помасштабнее, чем во время месячника субботников. Управлению ЖКХ ставлю задачу, до 1 июня мы должны вывести и то, что было после субботников неубрано, и то, что упало в период вот этого прохождения циклона. Еще один повод для тревоги – паводок. Выпавшая месячная норма осадков привела к переполнению водоемов. До подпорного уровня на Еремельском водохранилище осталось 13 сантиметров. Чтобы не допустить наводнения, на Поликарповском и городском прудах пришлось открыть задвижки. Глава администрации поблагодарил пострадавших от стихии жителей за терпение, а организации волонтеров, помогавших преодолеть последствия чрезвычайного происшествия, за мужество и профессионализм. Особо было отмечено роль руководства региона. Правительство области, вице-губернатор Шаль, Сергей Вернович, министр дорожного хозяйства Гущин Алексей Иванович, ну и руководитель ГОЧФ Почелябинской области Буренко Юрий Николаевич, в общем-то весь день практически были с нами на связи, и везде, где только у нас возникала какая-то проблема, именно проблема координации с областными структурами, подключались и помогали. На стихийные бедствия Миасскому округу в кавычках, конечно, везет. Спастись от них нельзя, но всякий раз они становятся серьезным испытанием. Станислав Третьяков полагает, что город достойно справляется с трудностями. Миас выдержал действительно очередную проверку. Это уже четвертая за год такая вот честная ситуация, начиная со снегопада 26 апреля прошлого года, потом Ельменский ураган, потом ледяной дождь, ну и вот сейчас праздновать 70-летие Победы, которая вот осложнилась этими погодными условиями. Пока глава администрации ограничился устным выражением признательности, но пообещал, что наиболее отличившихся в ликвидации последствий стихийного бедствия отметит публично и вручит им благодарственные письма. Вот в праздничные дни во многих местных средствах массовой информации звучало, что, мол, не юбилей Победы, а именно вот эта погода вышла на первый план. А мне вот кажется, что ничего подобного. Победа осталась победой. И стихийное бедствие, ну что бедствие, ну погода испортилась, ну снег, ну с дождем или наоборот. Немного без электроэнергии посидели, без телевизора, без работающих микроволновки и холодильника, без света. Ну что здесь в самом деле такого? А мы сразу стихия, бедствие, испытания. Хотя ведь ни землетрясение в Непале, ни Фукусима, ни землетрясение в Нефтегорске на Сахалине в 95-м, где, помните, весь поселок до основания был разрушен. Ни землетрясение на Камчатке в 2006-м, где тоже корягские поселки Корф и Телички были разрушены почти до основания. Ну а здесь что? Да ведь исправились же. Разве что и осталось убрать, к примеру, ну вот эту вот березу над дорогой в районе Тургоярского родоуправления, которое после снегопада все клонится и клонится. И того, и гляди, рухнет. И хорошо, если никого не покалечит. Все-таки здесь и рейсовые автобусы ходят, да и вообще большой автомобильный поток. И хотя этот участок дороги может быть относиться к областной собственности, ее обслуживание, видимо, тоже в губернском ведении. Но не ждать же в самом деле, когда кто-то приедет к нам из Челябинска и березу эту спилит и уберет с дороги. Кстати, узная об этом губернатор, у него бы вновь, видимо, нашелся повод высказаться на этот счет перед своими подчиненными на повышенных тонах, как прикрикнул он недавно на них из-за неубранного мусора, лежащего в городах области еще самых субботников, которые везде давным-давно попроходили. Речь об этом и не только, конечно, шла на заседание областного правительства, свидетелями которого были и корреспонденты нашей телекомпании. Мусор сложен в мешки, но брошен на газоне после субботника. Лежат пакеты уже две недели прямо у Челябинской администрации. Не вывозят мешки ни ЖЭК, ни Горокоцентр. Во многих дворах сейчас подобная ситуация, жалуются жители области. Любовь Быкова рассказывает, потратила на уборку возле дома почти все выходные. Но избавиться от мусора все равно не удалось. Они убираются. Я живу в центре города. Развелись крысы. Где мы не писали, не сообщали, никаких мер до сих пор не приняты. Сегодня в правительстве области обсуждают итоги субботников. Озвучивают. На уборку дворов в этом году вышли 850 тысяч человек. Цифра впечатляет. Но губернатор чиновников не хвалит, а ругает. Пакеты с мусором остались вдоль дорог и трасс, а также во дворах и скверах. Людей это возмущает. Сделали уборку, собрали. Я вышел там, что-то там нагребка. Я сам в свое время там греб, да? Нагребка, положили кучу и разошлись. Через три дня все раздуло ветром. Что делали, зачем выходили, что приходили, куда приходили, почему нельзя это вывезти? Другая острая тема на совещании – проверка госпредприятий, которые подчиняются областному правительству. Оказалось, большинство из них работает в убыток. А если есть прибыль, то совсем небольшая. Такая ситуация, например, сегодня сложилась в дорожно-строительных компаниях. Из 26 фирм только 7 приносят в бюджет хоть какой-то доход. Остальные область просто разоряют. В ближайшее время в каждой из таких компаний сменится руководство. Некоторые закроют. Когда мы выходим по результатам анализа на прибыль в 300 тысяч рублей, при обороте в несколько сотен миллионов рублей, у нас вызывает это вопрос. А зачем мы вообще работаем, если у нас в конечном итоге чистая прибыль 300 тысяч? Проверка скоро ждет и сельхозпредприятия, только немного другая. В 2016 году начнется всероссийская сельскохозяйственная перепись. Фермеры должны будут рассказать, сколько у них земли, животных и техники. Будет применен метод обхода с планшетниками. То есть в планшетник будет закачано программное средство, которое также в режиме онлайн переписчик будет заполнять. Чтобы фермеры не перепутали переписчиков с мошенниками, у каждого из них будет удостоверение и одежда с символикой переписи. А тех, кто охотно будет принимать участие и расскажет про свое хозяйство, даже наградят медалью, обещают в Росстате. Ульяна Зайкова, Андрей Ярушев, Иван Генералов, ОТВ. Полагаем, что про эту висящую на дороге березу мы вам напомнили не напрасно. Всем и ответственным работникам в администрации нашей, и тем автолюбителям, которые не прислушались к ее голосу, когда там накануне наших погодных аномалий предупреждали не ставить свои автомобили вблизи растущих деревьев и не очень устойчивых сооружений. А то и с этой березой может получиться такое же, что и случилось на улице Попова в Машгородке. Вячеслав осматривает свою Мазду и сердце сжимается. Машина помята деревом. Сколько денег уйдет на ремонт, даже думать не хочется. Визуально, что лобовое стекло, крыша, капот. А так надо дерево убирать, смотреть. То есть двигатель сорвалось, подушек не сорвало. Что там под капотом, я не знаю. Потому что так вот снизу посмотреть, то есть она на двигателе лежит. Двигатель уже на земле. Главное, все, земля мягкая. Поле сакаска нет, так что рассчитывать не на что. Но убрать-то дерево с машины кто-то все-таки должен. Только вот желающих нет. Сначала владелец машины обратился в управляющую компанию. И возник спор, чья территория. То есть они переадресовали это на администрацию, что якобы территория администрации обслуживается. Сегодня позвонил тоже самое, значит, на администрацию, переадресовка. Мы встретились с директором управляющей компании службы заказчика, который обслуживает дом 21 по улице Попова. И попросили пояснить, почему компания не убирает дерево. Упавшее дерево находится вот здесь вот это. С машины. Это чья территория? Если домашняя территория вот эта вот находится, да, то это, значит, чья городская, наверное, территория. Делать нечего. Идем прямиком к начальнику комитета ЖКХ энергетики и транспорта Галине Войтюк. Но то, что мы узнали, у нее не очень обрадуют владельцы автомобиля, на которые упало дерево. В Мярском городском округе нет службы, которая обслуживала бы деревья, и кому можно было бы дать поручение убрать данное дерево. Сейчас нам необходимо провести осмотр территории. На основании осмотра составляется смета, то есть прикидывается объем работ. После этого будет осуществляться либо прямой закуп, либо проводится конкурс по отбору подрядной организации, которая будет осуществлять вывоз деревьев. Поваленные деревья начнут убирать не раньше июня. Дерево, упавшее на машину, увезут одним из первых. А пока остается только ждать. Или самому брать в руки пилу. Ирина Горностаева, Айдар Насыров, ОТВ МИАС. Ну вот согласитесь, странно ведь как-то звучит, что в городском хозяйстве некому с такими происшествиями хоть что-то делать. О чем сообщает здесь Галина Войтюк. А ведь когда-то, когда в прошлом году, во время того самого Эльменского фестиваля, на дом по улице Тальковой рухнула высоченная сосна и проломила там крышу, и чуть не снесла балкон, с ней ведь тоже не знали, что делать. И тоже срочно искали кого-нибудь, кто бы и распилил, и снял эту сосну с крыши. Тогда с этим справилась управляющая компания «Рассвет». А здесь вот некому. Хотя я вот, по-моему, знаю примерно, кто может решить проблему и с этой березой на дороге в Атлян и Сарастан, да и с этим кленом, пожалуй, тоже. Думаю, нужно пригласить Владимира Балдина, которого недавно судили за спеленный на дрова сухостой и одну березу, и о котором мы вам рассказывали в нашей прошлой программе. Вот предложить ему эти деревья на дрова, но только за подписью губернатора, к примеру, да хотя бы и главы администрации, или уж мясского прокурора, и директора лесхоза пообещать, что не штрафовать, мол, не будут, и даже свободы не лишат. Может согласиться. А то так ведь долго могут не сыскать, кто бы здесь это все устранил, да еще и на участке дороги областного подчинения. Кстати, всем, кто часто вынужден приезжать по каким-то делам в областной центр, да хотя бы и не часто тоже, но кому удобнее когда-то было приезжать на междугороднем автобусе к железнодорожному вокзалу, можем сообщить, что вскоре такой автовокзал в Челябинске вновь откроется на прежнем месте. И в новом здании уже побывали наши корреспонденты. Это новый автовокзал на привокзальной площади. Здание из стекла и сэндвич-панелей выросло за три месяца. На крыше надпись «Южные ворота». Рядом семь новых платформ. Здание пока пустое. Пассажиры здесь появятся не раньше июля, но журналистам уже сегодня показывают, где и что разместиться. За моей спиной будут располагаться кассы, за кассами будут располагаться комнаты отдыха водителей, комнаты отдыха персонала. Соответственно, вся средняя часть будет отдана под пассажиров. Это кресло, зал ожидания телевизоры, несколько точек общепита небольших. Новое здание автовокзала построили в 300 метрах от автовокзала Сенегория. Владимир Келязов каждый день уезжает отсюда в Чебаркуль. Там он живет, в Челябинск приезжает на работу. Я вообще не понимаю, почему его закрывали. Даже со стратегической точки зрения все вокзалы должны быть вместе, правильно, да? А закрывали. Ездил на электричке, сейчас подменяли электрички, ездил на автобусе. Старый автовокзал в Сенегории закрыли 4 года назад. Челябинские власти тогда посчитали, что нужно перенести маршруты к дворцу спорта «Юность». Но пассажиры стали жаловаться. Сенегория находится рядом с ЖД-вокзалом. Было удобно делать пересадку. Сейчас вокзал пассажирам вернули с новым терминалом и названием. Южные ворота условно поделили. Здесь будут принимать пригородные автобусы. На этой площадке междугородние. Собственники старого нового вокзала рассчитывают, что в день отсюда будет уезжать около двух тысяч пассажиров. В основном, конечно, в южном направлении. Но, собственно, в Екатеринбург и Курган отсюда уехать можно будет тоже. Сейчас в Челябинске четыре автовокзала. Южные ворота, Северные ворота, Юность и небольшая автостанция возле областной больницы. С Юности мы не собираем убирать потоки. Там наработанное место. Многие челябинцы хотят от Юности пользоваться услугами автобусов. Мы там не будем это дело прекращать. И в полную силу будет работать Северный вокзал. Уехать в нужном направлении можно будет с любого автовокзала. Но чтобы не было путаницы, транспортные потоки все-таки частично поделят. Основную часть южных маршрутов в Троицке и Магнитогорск возьмет на себя станция Южные ворота. Северный в Екатеринбург и Тюмень – Северные ворота. А с юности будут ездить автобусы на запад и восток. Например, Усть-Котав и Курган. Каждый автовокзал в Челябинске в частной собственности. Коммерсанты уже начали борьбу за перевозчиков и клиентов. Так, например, в Южных воротах обещают сделать туалеты для пассажиров и водителей бесплатными. Светлана Свечкарева, Павел Чернега, ОТВ. Ну вот видите, все-таки полезно периодически менять губернаторов области. Вот пришел Дубровский. И политику Юревича и Давыдова в этой части все-таки немножко поправил. Вот в самом начале я немного иронизировал по поводу того, что вроде бы не такую уж и чрезвычайную погоду мы все время, по делу и нет, называем и бедствием, и тяжелым испытанием для нас. Хотя вот в личной жизни нам часто выпадают такие испытания, на фоне которых всякие эти испытания на прочность коммунального хозяйства кажутся ну просто сущей чепухой. Вот помните, в сентябре прошлого года мы рассказывали вам о том, что наш миасский парень, только-только что ушедший служить в российском военно-морском флоте в Калининграде, во время разгрузки подорвался на одном из снарядов. В результате остался и без левой руки, почти под самое плечо, и без правой ноги тоже. Вот первоначально речь шла, конечно, вообще о спасении его жизни. Но ее спасли. А вот дальше он продолжает ее уже сам. И каково это ему, вот можно только представить. Ну и для него, и для его мамы, которая вырастила его без отца. Вот на эти праздники Александр Семенов приезжал в МИАС на короткий перерыв между лечением время, и мы с ним встретились. Ну и, признаемся, немало подивились. А правильно, наверное, сказать, просто искренне порадовались его стойкости и сохранившейся бодрости духа. Ну вот посмотрите и послушайте его сами. Ну вот, да, вот мы, наконец, живу и поздоровимся с тем самым Александром, с которым мы переписывались, и сюжет, о котором мы показывали. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, Саша, я вот должен хотя бы продемонстрировать, что ты нормально ходишь пока. Пройди. Пройди. Как бы сейчас это не вот все. Вот как ты это все-таки освоил? Начал ходить через силу. Из-за сторонника, говоря, воткнули протез первый. Сейчас, сейчас, вот расскажи, когда нам вот здесь. А как ты можешь сделать? Ну, а? Вот пока. Сделали, как бы, он идет от самого верха, отсюда вот. Вот здесь, отсюда вот. По сути протез идет вот по колено, выше колена. Ну, вот, получается, на коленник идет отсюда, и вот здесь само на коленник заканчивается. Ну, почти все надо. Ну, похоже на валенок обычный. Подеваешься. А ты, тебя кто-то учил это все ходить вместе с мамой? Не то, что меня учили, мне просто, когда протезист, он мне показал, как это. Ну, наступать, в принципе, как более-менее правильно ходить. А дальше уже сам уже и шел. Ну, внутренне, вот скажи, самое главное, вот физически мы понимаем это, но внутренне все-таки ощущаешь себя нормальным. Ну, да, конечно. Все, ты освоился уже. То, что, да, ходить я вообще не прекращаю. Ходил там через боли, даже до Кремля дошел, через боли. Первым делом мы к Кремлю поехали. Куда? До Кремля дошли, да. Там через боли дошел. По Красной площади просто? Да, да, да. Там уже на палку опираясь, шел уже. Без разницы. Главное, надо идти надо было. Да, ну, что тебе сказали вообще, какие у тебя дальше может? А как с рукой? Руку сейчас будет, поедем 14-го числа, 14-го мая. Руку будут слепки делать сейчас. Рука похудела еще вдобавок, нога похудела тоже еще. Будут делать бионическую руку. Кисти она, ну, здесь складываться она не будет, конечно, потому что сама рука примерно килограмма-полтора будет весь. Сам двигатель примерно килограмма-два. И общий счет, наверное, килограмма-четыре. Это сильно тяжелое. И вот этот кусочек руки, вот этот кусочек, он не вытянет. Не сможет вытягивать, да. Они сделали акцент на что? На кисть. Что кисть будет функциональная. Она будет крутиться на 360 градусов. Она будет сменная. Возможно поставить клешню, которая будет просто, ну... Ну, что-то можно держать и хватить, да? Да, пальцы будут функционировать, в принципе, как нам обещали протезисты. Потому что та компания, которая вот руку поставила и ногу поставила, они этого не могут сделать. И мы как бы искали, по интернету сидели, копались, нашли компанию «Ортокосмос», которой мы сейчас занимаемся. Это российская компания, у нас все это обращается. Скорее всего, ну да, это у нас все, это находится в Москве, это компания у них. Они берут просто детали от разных компаний. Они могут взять с нескольких, с Германии, с Англии, с США, откуда угодно могут взять. А что говорят вообще вот наши специалисты, вот может мама тоже присоединится к нашему разговору. У нас на достойном уровне вот эти все услуги оказываются? Да, сейчас они, да, сказали, они могут на достойном уровне, потому что все комплектующие они выписывают из разных компаний. Откуда нужно, оттуда вы это сделают. Им они то, что хотят задумывать, в принципе, они сказали, они сделают. Они сейчас делают еще ногу для бега, чтобы возможно заниматься спортом. Да, спортивным. Даже спортивным. Да, спортным заниматься. У нас на ноге сейчас для ходьбы, для постоянного идет, для купания отдельно протез мы сделали. Чтобы можно было в душе купаться, в речке, в озере. Да, и вот сейчас спортивную. Скажите, а кто это делает? Это все-таки военные врачи делают, гражданские врачи делают. Ну, как бы это будет оплачивать министерство обороны. Сами профессии, да, это все оплачивает министерство обороны, да. Они поначалу вообще, как бы там, сначала госпиталь, они там пытались нам доказать, что вообще невозможно. Присоединитесь к нам. Они там прислали ученых какой-то другой, институт других. И один пришел сотрудник от Абока. Он принес кисть, которую открывает-закрывает. Генюстер. Мы подсоединили провода к руке. Кисть работала беспилевно. Вы, наверное, видели, да, вот в видео у меня на другом интернете есть? Да, да, да. Специально сняли для того, чтобы продемонстрировать. Вот, смотрите, у меня работает. Да. После этого они там заключение, конечно, сомнительное дали, что возможно, но не получится вот так, как я понял. Мы решили другую компанию, думаем с этой компанией уже бесполезно, как-то что-то доказывать, будем с другой компанией искать. Они, думаю, все равно более смогут сделать. А вот все-таки про этот протез, что говорят врачи сейчас? Протез руки? Вот про этот, да. Про этот, ну, он, по сути, это просто обычная косметика. Это обычная косметика. Которая вот висит. Ну, можно, да. Это тебе сразу временно сделали. Это да. Это первоначальный протез называется. Он первоначальный просто называется, да. Он, в принципе, фиксируется, да. Вот здесь есть защелк специальный, защелкнул, все. В принципе, есть. Ну, так работает, так работает. Ну, это самому вручную надо. Ну, и пальцы, конечно, сгибаются. Сами пальцы. Ну, это просто косметика, что ли? Ну, это обычная косметика. Муляш называется. Руль в нем не поддержишь, я скажу так. Я тут недавно на брата машине ездил, ну, по крайней мере, я пытался, как бы навыки приобретал. На автомобиле? Да, новые. На шестерке механической передачи. Ну, у меня получилось гораздо очень хорошо. На автодроме покатался, в принципе. Саша, самое главное, вот, Роза Юрьевна, так здорово, я вам скажу, и, откровенно говоря, приятно. Видеть вас еще и Сашу тоже улыбающимся, вот когда он даже про это рассказывает. Вы все пережили вот этот первый моральный, мне кажется, удар после того, что произошло. Мы пришли, и то, что было, конечно, не без последствий, потому что все равно он дает свое, все нервы-то уже на пределе. Сколько полных лет, Саша? Двадцать. Вот, юбилей я отметил в своей госпитале. Двадцать лет, да. 15 мая будет 8 месяцев, как в госпитале. Скажите, вот теперь, скажите, ну, кто-нибудь из Министерства обороны, кто-то из сослуживцев, из тех офицеров, которые были у вас в части, посещали вас, проверяли, интересуются вашим состоянием? В самом начале, когда мы только в Калининграде еще были, там приходили полковники, подполковники, и то они интересовались не то, что моим здоровьем, а то, что дальше вообще будем делать. Они смотрели на нашу реакцию, как мы вообще на все это реагируем. В смысле, что делать? Как жить, обращаться к людям? Да, куда мы будем дальше обращаться, и что это делать? Ну, больше по моей спросе. Мы еще сами не знали, что это. Командиры мои, они только приняли, что делали, это высшее командование, им дали команду, чтобы они приносили, форму принесли. А, и все, да. А какие войска-то были? Военно-морской флот. Вот сейчас эти взаимоотношения, можно считать, устаканивались? Как вам? Вот как вам кажется? Ну, взаимоотношения... Какие ощущения с Министерством обороны сейчас? Ну, вот от Министерства обороны, да. Очень хорошо помогает Драбашенко Алексей Сергеевич. Советник замминистра обороны. С ним очень хорошо контактировал, он нам поездками помог домой. На Новый год мы к нему обратились, он постарался, нас отпустили. Видимо, я как понял, это какой отпуск. Даже улыбается, что говорит, Роза Юрьевна, ваш голос уже узнает, нам, говорит, как родная. Вот потому что на фоне того, что происходит сейчас, как вроде бы к российской армии, вообще к вооружению, к войскам, ну и к солдатам относится и сам президент. Вот на фоне этой риторики иногда, кажется, не фигурально ли все это произносится, а практически все-таки тоже какое-то отношение реальной помощи существует, как мы видим. Ну, пришлось побегать по коридорам. Да, везде приходится, везде приходится. Да, немножко даже и на них голос порой повышать, потому что они без этого, они никак не хотели шевелиться вообще конкретно. И во многих госпиталях приходилось в миссии не ругаться даже. По денежной форме у нас как бы нету еще, потому что у нас квартира, у меня ипотека, я ежемесячно по 15 тысяч плачу. Первый взнос, который был 200 тысяч, они изначально… Это страховая выплата или идет? Вся она ушла вот в ипотеку. Мы 8 месяцев, вот что люди помогали собирать деньги, кто-то отправил, по телевизору были объявления. Люди вот эти помогали, у меня с работой помогали. А с работы откуда? Я работаю на крупнопанальном домостроении, это завод КПД. Завод КПД. Да, мой генеральный директор очень большую помощь оказал. Дмитрий Борисович Кудрецов. Да, да, и большое спасибо, конечно, Лизону, Олегу Сергеевичу. Он каждый раз, мы вот на Новый год приезжали, сейчас вот приехали, он всегда выделяет машину до аэропорта, нас привезти, увезти. Любое время я ему звоню. Он говорит, без проблем. Вот сколько, два раза, два-три раза он еще помогал, и это материальная помощь, он и сейчас сказал, вот вы поедете, мы вам пришлем в этом месяце материальную помощь. Потому что у меня помощи от кого-либо нету, мне народ помогает, и вот моя работа. Как друзья здесь встречаются? Да, с друзьями, можно сказать, что праздники все встретил, к друзьям ездил, они приезжали, часто приезжали ко мне. А ну что впереди все-таки, вот к тому вопросу вернемся, может быть, который у вас еще не возникал тогда, а теперь возникает, все будет нормально. Вот будем говорить, именно так, нормально, что впереди, учеба, работа. Я хочу и учиться, ну если получится так, что меня пригласили директора завода ММЗ, он капитан первого ранга тоже, военный человек, бывший, бывших не бывает, конечно, военный человек. Да, пригласил меня, после того, как я отпротезируюсь, все меня выпишут, уволится служба, он пригласил работать туда. Да, и вроде как они пообещали, немножко сказали, помогут с учебой, чтобы я и учился, и работал у них, у меня бы так получилось. И получил высшее образование все равно. Да, и с образованием помогли, помогут мне, сказали так. С нами связалась секретарь. Да, Оля Марина, с ней поддерживаю контакты, в принципе, как бы, я через нее общаюсь и директором. Мы должны были встретиться 9 мая, но погода вот так получилась, что мы не смогли встретиться. Очень дождливо, но я все равно даже в такую погоду вышел все равно. Да, сходил, но я уже опоздал, как бы там уже все разошлись. Я вот скажу, что я вчера подходил к этому стенду с фотографиями. Там столько много молодых ребят, и помятое о том, что я позвоню завтра вам, думал, вот такие же парни когда-то, Великое Отечественное, страдали, и вот сейчас армия остается тем же каким-то опасным. Если это не связано с каким-то неорганизованностью, с безалаберностью, тем же опасным объектом. Их не халатность. Как вот все-таки страдают такие пацаны? Если бы были все-таки командиры там были на месте, их не халатности не было бы, не произошло бы. В госпитале, в Москве, по сути, вообще много, которые пострадали. Молодых людей, я вот за 8 месяцев, молодых людей без рук, без ног, и все в армии пострадали. Я столько наслаждалась. Есть Донбасса, есть, которые просто у кого-то там мина взорвалась при том, что... Да, с армии много пострадали. Тоже не имелось, не находились офицеры. Одному там прижало руку КамАЗом вообще там. В общем, и последнее. Вы завтра... Завтра у нас самолет, да, в 11 часов. И что, какие процедуры у вас теперь там продолжатся? Пришли детали, нога для бега. Уже пришла... Для бега. Да, для спорта заниматься. Да, вот ты же, Саша, спортом любил заниматься. Да, я и в армии как бы занимался, как бы вообще старался там. И рука, она, не знаю, скорее всего, уже пришла полностью. А у них, им необходимо локоть было доработать там немножко. Мечтаешь опробовать и все это? Да, конечно, это чем скорее, тем лучше. Мы как изначально эту с трудом опробовали, чтобы до Кремля дойти. Ну, эту да, ногу поставили, я не вылазил с нее с утра до вечера. Потом, когда постоянный протез для ноги начали делать, мой протезист сильно удивился. Он сказал, очень-очень сильно похудела нога. Да. Очень быстро. Быстро, потому что... У него были по-другому вообще представления. Нам сказали дозировано, а мы давай сильнее, чтобы привыкнуть. А я с утра до вечера старался ходить только. Коляску не лез обратно. Если до Кремля дошел, если надо, и до Путина доберетесь. Конечно. Доберемся, конечно. Там в окно недалеко, можете увидеть. Да. Да ладно, Саша, хорошо, мы тебе желаем, чтобы бодрости духа, вот такого уже, оптимизма и твердости характера не терять. Ну, мама всегда рядом. Да. Мама не даст ее поднять. Да, конечно. Хорошо, что мама рядом. Да. Ну, знаете, один раз чуть не потеряла, теперь я их никогда не оставлю. Ну, что, Саша, давай. Вы все равно, когда все приедете, с новыми протезами, с новой уверенностью обязательно. Может, еще спортивные результаты какие-нибудь покажут, такие, что гордиться будет. Ну, конечно. Ну, вот такая история. Вроде бы и драматичная весьма, что же тут говорить. Но все-таки какая-то духонепоборимая, что ли, духоподъемная тоже. Мне вот почему-то так кажется. Вот примерно в таком же возрасте, да не примерно, а вот именно в таком же, как Саша Семенов, ранен был и Булат Акуджава. Но ранен на фронте, в бою. И не так сурово, как Саша. Но тот и другой были на волоске от смерти. И тот и другой солдатами в армии. И оба в неполные 20 лет. И выходит, родились дважды. Ну, а у Булата Акуджава еще и день рождения, и праздник Победы, все в один день. 9 мая. Ну, вот он вам в заключение испоет одну из своих, иначе не скажешь, как его уже словами, одну из своих вечных песен. Всего доброго. 60 лет это много, очень-то. Вообще, у меня такое впечатление, что мне было всегда 30, а потом сразу 60. Как-то я не приготовился к этому. Простите, пехоте, что так неразумно бывает она. Всегда мы уходим, когда над землею бушует весна. И шагом неверным по лестничке шаткой спасения нет. Лишь белые вербы, как белые сёстры, глядят тебе вслед. Лишь белые вербы, как белые сёстры, глядят тебе вслед. Не верьте, не верьте погоде, когда затяжные дожди она льёт. Не верьте пехоте, когда она бравые песни поёт. Не верьте, не верьте, когда по садам закричат соловьи у жизни со смертью. Ещё не окончены счёты свои. У жизни со смертью ещё не окончены счёты свои. Нас время учила, живи по походному, дверь отворя. Товарищ мужчина, а всё же заманчива должность твоя. Всегда ты в походе, и только одно отрывает от сна. Куда ж мы уходим, когда над землёю бушует весна? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин